Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Средняя Азия ведет тонкую и многовекторную игру, поддерживая Россию. Государства Средней Азии ведут непростую игру. В информационном пространстве лидеры бывших союзных республик в большинстве своем не поддерживают независимость ДНР и ЛНР и избегают обсуждения темы, связанной с российской спецоперацией на Украине. Главным внешним признаком отношения среднеазиатских государств к нынешнему украинскому конфликту стали повсеместные запреты на использование символики с буквами ЗТВ, которые наносят российские вооруженные силы на технику в ходе украинской операции. Правоохранительные органы Киргизии открыто проводят рейды по недопущению использования данных символов в публичном пространстве Киргизии и при нанесении соответствующих наклеек на автомобили. Автомобилистов, совершивших данных про Стопок, суровно оказывают на 67 долларов за каждый выявленный случай. Аналогичные действия пресекаются и в соседнем Казахстане. Около российского посольства в Бишкеке недавно проходили митинги с требованиями остановить военные действия России на Украине. Данные политические акции организуются и финансируются прозападными неправительственными организациями, деятельность которых в Средней Азии, в отличие от России, никто не отменял. Лидеры Средней Азии всячески избегают комментариев текущих событий на Украине и не озвучивают собственного мнения на происходящее. Их можно понять. Они заняли популярную ныне многовекторную позицию, стремясь пересидеть текущее обострение с минимальными потерями для своих стран. Власти в Нур-Султане, Ташкенте, Бишкеке неоднократно подчеркивали, что занимают нейтральную позицию по ситуации на Украине. Средняя Азия гораздо больше зависит от западных кредитов и иностранных инвестиций, чем Россия. Точнее, Россия с недавнего времени от западных кредитов вовсе не зависит, однако мы хорошо помним, что так было не всегда. Вот и государства Средней Азии не хотят расстраивать западных партнеров, а те, надо сказать, очень пристально за этим следят. При этом из России страны-регионы не хотят портить отношения по многим причинам, как экономическим, так и политическим. Обострение отношений с Россией чревато также потери контактов с Китаем и Индией. Поэтому ни с Россией, ни с Западом никто ссориться не хочет. Отмечу, что США пытаются по максимуму выжать пользу из текущего украинского кризиса и делают все возможное, чтобы заставить лидеров среднеазиатских стран публично выступить с осуждением России. Начиная с 24 февраля, американские чиновники устраивают регулярное турне по странам Средней Азии. В данный момент в Казахстан, Узбекистан и Киргизию направился глава центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилло. США стремятся всячески отделить Среднюю Азию от России и создать негативное общественное мнение о нашей стране за счет деятельности многочисленных неправительственных организаций.